В эти дни 14 юных казахстанцев впервые представляют нашу страну на детском Евровидении в Киеве. Начинающие артисты немного взволнованы, но уже настроены на победу. О том, как прошли их первые выступления и как юные дарования встречает европейская публика, наш следующий материал. Впервые на сцене столь престижного европейского конкурса звучали мелодичные переливы казахской музыки. Песни и танец, представленные в сценической номинации «Пролог», буквально заворожили зрителя гармоничностью и зрелищностью. Сегодня мы танцуем как бы пролог, мы открываем Евровидение. И в прологе представлена казахская степь, я в образе ветра, много девочек в образе перекати поля, степных птичек, колосьев, очень разнообразные костюмы. Мы уже добились такого уровня, что мы уже достойны выступать и побеждать. Уникальный шанс представить страну выпал юным талантом из Астаны, Алматы, Семея, Павлодара и Тимиртау. Мы приехали в большой делегации, 160 человек. У нас в этой делегации 5 городов Казахстана задействовано. И мы здесь приглашены в качестве гостей, чтобы выступить в Евроклубе, чтобы показать культуру Казахстана. И это событие происходит впервые в истории Евровидения, впервые в истории Казахстана. Первый день я буду петь песню «Гаку», потом «Чипедэл» и третий день «Земля моя». Я буду стремиться к победе. Детское Евровидение – это возможность представить Европе самобытность нашей национальной культуры и вместе с тем дать возможность юным самородкам оттачивать свое мастерство, утверждают представители театра музыкального шоу «Тангсары». Они привезли на конкурс 160 детей, ведь в нашей стране пока, к сожалению, мало специальных школ, занимающихся воспитанием будущих звезд сценического и музыкального искусства, а также телепроектов, представляющих детское творчество. Гульнар Жантасова, Айдах Кыдырбайхызы, Анатолий Ворон, Киев.